Алло, школа села Белогорье номер 24 заминирована. История с продолжением в Белогорье разыгралась вечером в пятницу. Местная девятиклассница решила наспор заминировать школу. В шутку. Спасатели юмора не поняли. Сразу выехали на место. Не найдя в опустевшей школе бомбы, искать стали шутника. Автомат, с которого звонил подросток, определили быстро. А девочку запечатлела камера наблюдения ближайшего магазина. На кадрах была девочка, до половины лица закрытая шарфом, или это был воротник водолазки, неизвестно. Она заходила в магазин «Берг». Час был поздний, никаких покупателей там не было. Но отсюда сделали вывод, что это сделали те подростки, одна из которых была на кадрах видео. На кадрах классный руководитель Галина Петровна сразу узнала свою ученицу. Ее она учит с пятого класса. И та всегда была на хорошем счету у педагогов. У спасателей же мнение школьницы другое. Из-за нее их рабочий день продлился до часу ночи. Около 30 человек находилось на данном объекте. Это включая цепление, включая специалистов, включая кинологов, которые туда прибыли, пожарных и так далее. Впрочем, шутила девочка не одна. Компанию составили одноклассница и молодой человек. Вот только расплачиваться за содеянное предстоит только ей. Уголовное дело уже завели. Расследованием занимается ФСБ. В худшем случае за шалость девочка попадет в колонию. В лучшем ее родители заплатят штраф до 200 тысяч рублей. Мечте же девушки с такой биографией стать юристом теперь вряд ли суждено сбыться. Штраф для родителей и невозможность поступить на выбранную специальность – самая маленькая оплата за такую шалость. Ведь в то время, когда в единой диспетчерской службе принимали ложный вызов от школьниц, кому-то реально могла понадобиться помощь спасателей или пожарных. Юлия Мишурнова, Александр Матвеев, программа «Город».